Дом 2 Новый участник, а того, кто не найдет свою любовь, выгоняют. Дом 2. Первая весна. На ТНТ. Здравствуйте, я Ксения Собчак. А я Ксения Бородина. Это телепроект Дом 2, где одинокие сердца ищут друг друга. Вчера мы были почти уверены, что после голосования нас покинут Камилла или Оксана. Ведь именно они остались без поцелуев на выборе симпатий. Но неожиданно ребята решили, что у этих девушек все же есть шанс найти свою любовь. И домой уехала Альфия Хасаншин. Да, птица удачи не летает с таями. Она часто покидает одного человека, чтобы упорхнуть к другому. И сегодня в нашем городке кто-то из девушек снова может получить счастливый шанс. Ведь к нам приехали двое настоящих мачо, которые рвутся бой за свою любовь. Сегодня 347 день нашей телестройки. Майкл Кравченко объявил, что Камилла Галеева ему по-прежнему не безразлично. Но пока Камилла не торопится сделать первый шаг навстречу своему бывшему молодому человеку. Александр Нелидов и Майя Прикосов уже второй день строят плод. И надеются, что этот сюрприз понравится их девушкам. Совсем скоро в нашем городке состоится родительский день. Все ребята волнуются перед встречей с родителями и готовят для них небольшое представление. Камилла Галкенко Я бы поставила будильник, чтобы проснуться, чтобы проснуться раньше, чем ты. Ну, ты как себе? Ну, видишь, будильника нет, я в чем? Камилла, ты скажи, я только Камилла. Она скажет, что ты сумасшедшая. Завтра же родители приезжают? Да. Ты готова? Да. А чем бы ты родителей хотела увидеть? Ну, Степкиных хотела бы увидеть. Своих бы хотела увидеть, твою маму бы хотела увидеть. Я с бабулей твоей хочу очень познакомиться. Мне кажется, она смешная. Неа. Нет? Неа. Она прикольная такая. Надо шампанское разбить, а плод наш. Я боюсь. По традиции. Да? Да. А еще название нужно придумать. О! Названия нету! Как это нету? У меня есть название. Давай. НСМС. Наташа, солнце, май, Саша. НСМС. Ну давай, ну просто смотри. Пройдет... Можно назвать наш плод мятежный. Пройдет два года. Вот мятежный. Круто. Помнишь, плавали на мятежном? Это же круто. Хорошо. Мятежный НСМС. Давай, мятежный НСМС. У нас все могут здесь. Я ничего не знаю. Вся здесь. Вот домик. Он не мог дошиком пойти. Такой хорошенький слайд. Хорошо ехать там, куда-то уйти. Ну, он, наверное, в резиновых сапогах что-то делает на стройке. Да, кстати. О! Ну, а ты всегда же не стала дальше раскаясь. Побежала сразу. Мы повелители огня! Дорогие друзья, мы получали пожарный реквизит. Алёна, не хочешь, не будем делать. Мы будем делать, но вот этому делать не будем. Это бред. Не будем делать тогда. Не будем делать. Я все равно здесь дома. Делай, хоть уделайся. Я тебе вчера сказала. Хочешь делать эту сценку, делай. Ну, когда мы... Эсмеральда, просто песня. Все. Я ничего там не вижу. Я здесь ничего не вижу. Я тебе говорю, это привилегия других людей попрошайничать. И говорить, что нам не нужно, мы все отдали. Что ты любишь? Что? У тебя есть какие-то идеи? Что я люблю? У тебя другие идеи есть? У тебя есть другие идеи, предложения? Да, я тебе вчера предлагала. Эсмеральда с громозекой. Не надо орать. Не надо намерять. И Лиса Алисовская. Я вчера... Это образ. Где идеи? Где дальше? Что они делают? Открываю новую страницу. Я тебе вчера сказала, и пиши другое. Я тебе скажу, что писать. Я просто думала, что ты тоже думать умеешь. Извини, я не умею думать. Очень жалко вообще. Ты знаешь, что такое Мальвина? Ну? Мальвина – это голубая героиня. Это Бузова Мальвина. Я могу хоть раз в своей жизни побыть Мальвиной? Я предложил, что мне нравится, объяснил почему. Ты не можешь мне объяснить, почему. Ты сказала, что тебе нравится. И тебе нравится четыре. Давай решай, что тебе нравится одно. Не хочу, чтобы ты делал только потому, что мне это нравится. Мне это нравится... Мне уже изначально не нравится. Мне не может это понравиться. Я буду это делать, потому что это нравится тебе. Мне не будет приятно, когда о моей идее говорят вот с таким лицом, которое у тебя сейчас. Тем не менее, я не могу помнить отношения. Черт, это ходит нервничает. Я ненавижу, когда он нервничает. Это вообще за хуже некуда. И все бьет себе руками в грудь. Я, я, я. Психует, орет. Я говорю, что ты голос получаешь? Считаю, что он считает, что все, что он делает, это гениально. Если я не согласна, это моя проблема. Я могу идти куда-нибудь подальше. Почему я должна думать, если ты видишь эту историю? Не хочешь, не думай. Подойди к организаторам, скажи, я не согласна и отказывай. У меня достаточно решила. По-моему, я не безголовая девочка с отсутствием творчества, чтобы со мной не советоваться вообще, понимаешь? По-моему, я тоже имею право на творчество, бьет. У меня есть чем думать, понимаешь, об этом. Я дал тебе полную возможность реализовать твое творчество целиком. Мне не надо реализовывать мое творчество, когда мне изначально говорят, что это все х**а. Это уже другая проблема. Это не другая проблема. Я не говорю о своем творчестве, б***ь. Вот я гений, вот. Я написала список, давай, пожалуйста, по этому списку. Я тебе не про это говорю. Даже та история, на которую я согласилась, говорю, да, давай. По-моему, ее можно обдумать вдвоем, ты понимаешь это? Извините, у нас ссора! Классная кофта вообще. Очень мне нравится. Она еще на булочку похожа. Да. Один вот такой. Ох, я готова. Встреча. Настенька, каждый, когда приходит мальчик, готовится и переживает. Настюха? Что, правда? Да, видишь, она все время, она, на фронте нет особо такой культ. Там накрасится, там написаться именно в этот день. Мне вообще без радости. Мне абсолютно тоже. Я вообще не помню даже тем приходом новых мальчиков. Так, да, прикольно. Девушки у нас все прихорошились. Весна на них так хорошо влияет. Все оголились, разделились и в предвкушении новых молодых людей, которые действительно прямо сейчас зайдут в наши замечательные ворота. Итак, мальчишки, мужчины, какие мальчишки? Мужики! Мать, это же нам мальчишек на проекте. Нам мужики нужны настоящие уже, наконец-то. Можно меня, мама попросила сделать одну вещь, и я сяду между вами на одну секунду. На одну секунду? Да. Тебе так нравится рядом с... Нормально, блин. Знаете, что я загадал, да? Да. Что загадал-то, говори. Нельзя рассказывать. Нельзя рассказывать. Хорошо. На хайсовом обоим не занимать. Но один хотя бы прикидывается под приличного, в костюмчике пришел, а второй решил все-таки продемонстрировать вот бицепс, шмицепс. Поэтому с тебя и начнем, раз ты у нас так любишь демонстрировать свое тело красиво. Как зовут? Сашей. Хорошо. Александр, скажи, пожалуйста, вопрос оригинальный. Оригинальный. Нисколько тебе лет, нигде ты работаешь. Вот скажи, чем ты руководствовался, выбирая вот эту вот маечку сегодня, одеть на проект Дом-2? Просто еду с работы. А то есть ты работаешь в таком виде? Да, да, да. Ты машины моешь на автомате? Это мой рабочий костюм. Нет, я работаю барменом. А-а-а. Скажи, пожалуйста, вот ты бармен. А можно по тому, какой девушка заказывает коктейль, определить какие-то черты ее характера, ее пристрастий и так далее? Свободно. Ну вот если, допустим... Можно в первую очередь определить, кем она хочет казаться. То есть если девка подбегает и говорит, мне водка Red Bull, то можно понять, что она... Готова на все. ...хочет быть клевой и хочет казаться клевой, то что она вся какая-то сова, и она будет энергичной. А если она заказывает бокал вина? То, что она хочет какого-то романтического человека, который к ней подойдет. А если они пишут все подряд, вообще, и то, и другое, и третье? Какая-то дама? Слушай, я теряюсь. Это значит, кто-то из участников телепроекта выбрался побухать. Побегу, побегу, побегу. Хорошо, молодец. Саша, скажи, пожалуйста, вот из наших девушек, пьющих, не пьющих, кто-то тебе симпатичен? Да. Кто? Я на самом деле потерялся немного, я просто хотел найти... Теряйся, не чешись. ...симпатичный мне разрез глаз. Нормально. Вот она сидит, пожалуйста. Камила. Я в красном углу ринга, Камила. Ага. Здравствуй. А почему Камила? Было все так. Я прихожу домой, у меня мама всегда смотрит ваши передачи. И как-то она мне дернула за рукав и говорит, Саш, смотри, какая симпатичная девушка. И я так как бы дошел, действительно я вижу, как бы, симпатичная девушка. То есть мама помогла? Мам, если бы ты выбирала бы мне невесту, когда я учился в школе, то я бы по-любому уже был женат, у меня были дети там и так далее. А ты не был женат? Нет. Но любовь-то у тебя была в жизни? Да. Ну хорошо, про свою любовь ты расскажешь чуть позже, а сейчас хочу передать слово молодому человеку в костюмчике. Во-первых, я всех... Ты слышишь под приличного. Какой есть на самом деле? Какой есть. Вообще, на самом деле... Как зовут тебя? Меня Геннадий зовут. Гена. Очень приятно. Всех я знаю. Крокодил Гена. Надбойтесь. Слушай, какие-то итальянцы к нам сегодня пришли. Вы одни же стекулярно просто идете. Нет, нет. На самом деле я хочу с ребятами, ребят поприветствовать некоторыми такими словами. На коленке чувствуется писал стихотворение. Если можно, вы мне помогите немножечко. Эта песня про Дон-2 очень. Замечательно. После кастинга в пути, вот погасли фонари, и на лобном месте ты, этот шанс осуществить, мечты, ожиданиям живет. Это смотрит весь народ, время быстро так плывет. Каждый в доме что-то ждет. Отлично, спасибо. Я думала, достаточно, достаточно. Было супер на самом деле. Сами сочиняли? Конечно. Нет, просто вот как бы это мое одно из хобби. Я люблю сочинять, как бы пишу стихи. Хорошо. А своей девушке, которую вот если ты здесь встретишь, ты будешь писать стихи? Я пишу стихи обязательно. Есть такая девушка, которая тебе нравится? Мне нравится, конечно. Она готова тебя вдохновить на подвиги. Меня уже вдохновляет. Вот она. Вот это прям. Так, вот и так. Оба мужчины приехали к Камиле. Убавило сегодня праздник. На самом деле, я вот хочу сказать, что на самом деле, на проекте, я не считаю, что есть какие-то плохие девушки, есть хорошие девушки. В общем, я считаю, что все девушки прекрасны по-своему. Допустим, там, Настя бывает энергичная порой, а бывает раз и такая скромная, такая добрая. Алена, то же самое. А вот, допустим, Оля, да, Бузова, она иногда бывает расплачется, но ее слезы такие прекрасные. И это наоборот и... На самом деле, я хотел сказать про всех девушек, поэтому, как бы, я и вас тоже учу. Ну, и нас тоже учу. Вас я учу там в песне, да, дальше, и к вам есть какой-то там предназначитель, да, чтобы прекрасно... Да ты как-то эти, Гена, ты мне это допоешь. А сейчас, я думаю, девушки наши зададут вопросы. Оксана. Банальный вопрос. Как бы, я его постоянно задаю новым участникам, потому что иногда этот вопрос не звучит. Я хочу вас спросить, ребята, если у вас с одним человеком не получится отношение, будете ли вы строить с другими? В проекте есть еще и немало симпатичных, поскучавших девушек, да. Да, да, конечно, нет. Геннадий, а вы? А я добьюсь ту девушку, которая пришел. Ну, а если не добьешься? Если Камила даст тебе от ворот-поворот, она умеет поверить. Я считаю, что я смогу. Ну, а если нет? Ну, я думаю, я приехал, я вообще хочу построить свою любовь, как бы, раскрыться на проекте, построить свою любовь. Хорошо. Ну, раскрыться, это в смысле, как бы... Ну, ладно, хорошо. Вот. Геннадий, жаждущий раскрыться, будет искать свою любовь. Вот это я, поскорно. Не любай, не любай. Хорошо, замечательно, спасибо. Роман уже как раз успел свою консультацию Ольге произвести. Ольга сама не в состоянии даже задать вопрос участнику, поэтому она и нуждается в том, чтобы Роман ей подсказывал. Рома подсказал? Олечка, сформулируй, повтори то, что сказал Рома. Можешь? Чем вам нравится Камила? Вот. О, отлично. Чувствуется этот вопрос Ольга Бузова задала без подсказки. Сама? Да, сама. А пусть Рома сам задаст вопрос. Спасибо. Не-не, мы уже задали вопрос Геннадий. Ее я воспринимаю абсолютно нормально. Как бы ее позиция жизненная, это... Мне наоборот нравятся девушки, которые, как бы, именно вот отстаивают свою чистоту, свою, как бы, вот эту светлость. А кто знает, может быть, я и есть тот, которого она ждала? Может быть, может быть... Александр, а может быть, все-таки вы вот есть тот, которого она ждала? И все-таки почему вам нравится Камила? Ну, любовь сказать это рано очень сильно, а разрезе глаз я уже сказал, и просто она мне симпатична, как она говорит, хотя бы начать с этого. Понятно. Камила. Два своих отрицательных качества, по два. То есть, что у вас плохого, за что вас нужно? Они поняли, поняли. Не идиоты. А подумать можно? Не, я не говорю, что у меня нет, у меня есть, но просто сейчас я подумаю и расскажу. Не, на самом деле, вот правда, я сейчас думаю, что... Какие отрицательные... Так, значит, слишком много думаешь дальше. Так, отлично. Вот. Наверное, слишком много думаешь, да? Да, пускай это будет. Хорошо. Замечательно. Ты показал сейчас твое самое худшее качество. Первое качество у меня будет, наоборот, мало думаю, много делаю. О, да. Ну, моя. Я жду их. Ну, тогда иди поцелуй Камилу. Закрой форточку. Можно, знаешь, сейчас. Ура, потом. Она не разрешит. Раз, два, три, четыре. Степ, пять. Вы будете говорить, Горько, конечно. Горько, Горько, Горько. Быстро, ребята, быстро, но... Хорошо. Здесь слева от меня сидит Геннадий, который много думает, мало говорит и говорит то, что обычно ему подсказывают. Ну, а слева от меня находится Александр, который мало думает, ну и как мы только что убедились, мало делает, мало делает. Кто останется, узнаем вечером. Сейчас мигом на стройку переодеваемся. Смотри, вот переоделся. СМЕХ Добрый день! Сегодня у нас устаёт. Спасибо, Сорчак. Обед у нас сегодня остаётся готовить. Наш дорогой Александр, новенький Геннадий. А убираться у нас будет Камила, естественно, и Майкл! Остали! 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 Камилов, Камила, есть свои шансы по отношению к своему сопернику. У вас два совершенно разных образа. Ты такой романтично настроенный юноша, в красивой одежде, с красивыми стихами, с ясным лучистым взглядом. Он такой циничный, в маечке, такой типичный, знаешь, мальчиш-плохиш, который тоже нравится девчонкам. Вот у кого больше шансов? У меня, конечно. Почему? Я считаю, я более яркий человек. А вот какие ты в нем видишь недостатки, на которых ты можешь сыграть? Мне кажется, он сам не понимает, из-за чего он вообще попал сюда, зачем ему это надо Ты думаешь, ему действительно нравится камин? Я думаю, просто, как он сказал, мама смотрела и посоветовала ему, поэтому... То есть у тебя по отношению к ней более серьезная история? То есть у меня непосредственно мои взгляды на нее, а у него получается... Конечно же Ну вот, Ген, никому еще на нашем проекте не удавалось построить камину, никому не удавалось подчинить ее Может быть, у тебя какие-то есть свои подходы и свои мысли на этот счет? На самом деле, строить я не хочу Я буду стараться заводить все на общее мнение, на общие результаты, чтобы ей было хорошо и мне Девочки, ну что мы стоим? Все взяли лопатку, мы работаем, не тратуемся сейчас Что мы стоим, Наташа? Нет лопатки! Нет лопатки, вот там в канаве полно лопатки, потом взяла там лопатки Я не могу без канала Не надо без канала, можно попросить каста, который уже находится в канаве Мы найдем тысячу причин для того, чтобы не работать Конечно, конечно, да? Наташа, что, конечно? Ну, Ксюк, я не знаю, что из-за работы, всегда работают Тогда иди туда и попроси каста, чтобы он тебе поддал лопатку Пой за мной нежнее, я все буду быстрее делать Давай, давай, нормально все, все очень удобно Давай, вот Отлично! 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 Молодец! Смотри-ка Мне накладывай? Галочку ставлю? Галочку Ну что, я так понимаю, что у нас образ такого мачо-мен Разбивателя женских сердец Белая майка, голубые джинсы Маскулистые плечи Пронзительный взгляд Ты не боишься, что это может наоборот отпугнуть? И вот такой милый, с ясным взглядом мальчик, читающий стихи, понравится больше? Боюсь Потому что это может отпугнуть действительно, это отпугивал не раз Просто это мой рабочий образ, я такой, какой я есть Ну вот смотри, если ты смотрел проект у Майкла, который в принципе в этом образе на тебя похож, ничего с Камилой не получилось Разве похож? Ну он тоже в такого мальчиша-плохиша играет с этими взглядами, намек, полутон, вот это вот все Значит я буду в три раза лучше Но в этом же Читать стихи, петь романсы и быть таким романтичным И немного в другом, чтобы это будет еще все полушутка и ей всегда будет весело Оба молодых человека очень сильно фальшивят, я объясню почему Во-первых, их розовое представление о Камиле, о том, что это такая принцесса, такая искренняя, честная, добрая девушка Меня очень смущает, вообще они имеют представление о том, к кому они пришли и как бы что это за девушка Ромочка, ну наверное имеют, но все равно, когда ты знакомишься с девушкой, даже если ты видишь ее какие-то недостатки сразу в первый момент Ты не будешь о них говорить, если она тебя интересует Я бы оценил, если бы кто-то из них сказал Я знаю, какая Камила, я знаю, что она интриганка, сплетница, я знаю о всех ее пристрастиях, всех ее минусах Но мне именно этим она и нравится А говорить совершенно противоположные вещи о Камиле, мне кажется, это очень, ну, для мужчин неправильно Ну это тебе было бы интересно, если бы Камилу так назвали, а мужик ей было бы так неинтересно Я пытаюсь каким-то образом уничижать Камилу Дело в том, что так и есть, ей это нравится, она сама этого не скрывает, она говорит, да я интриганка, да я сплетница Но если бы эти молодые люди сказали так и сказали, что именно это их привлекает в Камиле, я бы им поверил К тому же я считаю, что их представление о ней в корне противоположно, как бы, с ее образом И считаю, что, в принципе, никто из них к ней не пришел Ну, кто достойнее остаться на проекте, кто бы был бы интересен, с кем бы тебе интереснее было общаться? Ни с кем, я считаю, что, как бы, оба молодых человек абсолютно неинтересны У тебя праздник сегодня такой? У меня праздник реально Не ожидала такого? Не, не ожидала, что двое ко мне, и причем таких, которые действительно вот по формату, по образу мне вообще нравятся То есть, когда только они пошли, я сразу чуть ли не за сердце схватил, потому что, ну, мне очень нравятся волосы вот длинные Но они тебе оба понравились? Или все-таки ты кого-то можешь выделить? Изначально очень привлекает Гена вот этой своей вот этой вот открытостью, да? А потом? А потом, я понимаю, вот как, я не смогла бы, мне кажется, долго находиться, долгое время, да, вот с таким человеком По крайней мере, в жизни у меня так никогда не было То есть, все-таки по жизни прагматики выигрывают? Все-таки по жизни прагматики выигрывают Хорошо, вот Сейчас пока, вот, вот как-то Ген, он побеждает Хорошо, а внешне, кстати, на большее? Внешне, внешне, ну, я бы сказала, не столько внешне, а сколько, знаешь, вот, председательные Притягивает, да? Притягивает, прям вот, завораживает Гена Завораживает Но в Саше я тоже вижу какую-то такую потайную какую-то энергетику Которая потом может, знаешь, раскрыться вот так вот Ну, хорошо, я так понимаю, что твоя душа сейчас борется между Геннадием и Сашей Да А Майклу вообще нет места? Ксюша, я, помнишь, как ты вот говорила тебе о том, что для меня очень важно Встанет ли Майкл за мной на предварительном голосовании? Так он не просто не встал за мной, он встал за другой девушкой Ксюша, тут, по-моему, совершенно все ясно Но он против тебя не голосовал Ох, еще бы он не голосовал против меня Я против него тоже ведь не голосовала Зато он проголосовал против Али Второй раз уже девушка, которая к нему приезжает Что тут можно сказать? Мне кажется, Майкл лицемерен Он лицемерен То есть для тебя этот человек закрыт? По-моему, да Точно, совершенно Первый день, это, естественно, она согласится со всем, что ты скажешь Ты так думаешь и так думаешь, да? Да-да-да, я такая, я такая Никак не можешь узнать человека так Естественно, человеку хочется только хорошее говорить, да? Ничего плохого Как гения Он просто хочет только хорошее слышать Правда не хочет слышать Тебя можно спросить советов? Пожалуйста Ты же знаешь, что ты в любом случае бывший человек Ты знаешь о ней намного больше, чем я Как бы то, что я слышал по телевизору Неужели сейчас, первый день Она просто выберет, как бы, человека Именно потому, кто больше ей скажет комплиментов Просто мы можем соревноваться Как бы сидеть друг напротив друг друга Друг друг напротив друг друга Около я Спасибо Да, да, правильно Именно вот только это Это же глупо Это же простое Да, да, да Прикинь Короче, Сашу Объясняю Саша неискренно Неискренне ко мне приехал Сто процентов Вот Но он такой для проекта более интересный Вот Гена Он искренний Он интересный, прикольный Вот Он искренний ко мне вообще Реально То есть вот прям искренний А он тебе нравится? Приятный Очень Может, таких надо выбирать? Может, хватит уже быть человеком-жеком? Может, который по себе и душой и всем? Опять этого оставим Но интереснее для проекта, да? И чё? И опять она будет одна Кукова темно На правое на два Ну, Майкл, он интересный для проекта И чё? Боритесь за меня Я, Бог, худеет Потом опять придёт Новенькая девочка Опять будет То там, то сям Оксана То-то-сё А ты? Угу Чё, голосуем за Гену? Давай Угу Давай ещё с ним Ещё пообщайся Мм Знаешь, как он говорит? Кто? Гена Он прям открытый Реально такой вот прям Угу Майкл говорит Ну, смотри Вот Он таким Майкл вопрос Что Майкл говорит? Какую хрень про него говорить Ну, а чё именно? Врача Он говорит, конё Низвитно, чё мне Типа, ты так сегодня хорошо выглядишь Но по утрам просто отвратительно Он говорит, ну ты знаешь, что по утрам не все идеальны Как ты При них Так вообще нельзя Да мне кажется, он просто сейчас как бы понимает, что он остался один И хочет, опять же, перед мужским голосованием Сделать себе какую-то там репутацию Ой, какой бред, а? Ну, как ты сейчас победишь сегодня Чтобы остаться Я бы тогда Не только с Камилкой Но тоже с подружкой ей поговорил Это Настя Алена И Наташа Поговори с ней И ты можешь даже не говоря о том, как Камилу выбрать Ты можешь им подкрутить Так? Что они сказали Камилу Ну, мне кажется, всё равно Мне больше нравится вот Саша Чем Геню Я признаю, ты гениальный режиссёр, там, гениальный сценарист Я ничего не говорю, я уважаю тебе эти качества Но я хочу принимать участие в решениях, понимаешь? Мне важно это Мне это тоже делать Хорошо, я отказался Мне это не важно Я отказался от этого Почему я там остаюсь один? Почему ты уходишь? Где ты остаешься один? В домике Когда ты меня послал нахрен с моими идеями Почему ты остался один? Потому что я с своими идеями пошла нахрен Я тебя не посылал никуда Я тебе сказал честно, мне не нравится Ты даже не выслушал Не вас слушал Не посмотрел Тебе было посрать, что я тебе отдала на листочки Я посмотрел утром это Ты не захотел надо этим думать Ты это отмёл как ненужное сразу же Для меня не важно Не потому что там это плохая мысль А потому что это предложила я Понимаешь? Результат нужен был Понимаешь? У меня спрашивают Вы придумали? Да, мы придумали Я говорю решение какое-то Или мне что нужно было сказать? Нет, мы не придумали В какой момент жизни тебя спросили? Если тебе это важно Ты мог не жрать полтора часа за периметром А прийти и обслуживать со мной Я не мог жрать полтора часа за периметром Если я тебе не сказал, что я там делал Не надо бегать и узнавать Я не бегаю, не узнаю И пи***ть мне тоже не надо в лицо Это сюрприз, б***ь, я тебя Хочешь, я тебе расскажу? Подойди, скажи Да при чём здесь хочешь, я тебе расскажу? Подойди, скажи Я тебе сейчас не могу сказать Я тебе потом скажу Ну получали мы пожарный реквизит Пи***ть мне в лицо Ты такой ху** Где доверие? Мы сюрприз тебе делали Я уже знаю от Нелидова Не надо сейчас себе герой строить Сказал ты мне правду Я не хочу бороться за лидерство в нашей паре И мне лидерство не нужно Но твоё авторитарное лидерство Мне тоже нахуй не нужно Я мечмо какое-то, понимаешь? И меня иногда можно слушать Всё? А ты услышал? Чё всё? Ты услышал, чё я сказала? Да, я услышал Повторить? Ты не можешь, чтобы всё было хорошо Не можешь Тебя так х**ть тебе внутри От того, что всё у людей ровно и нормально Живи так, как ты хочешь жить Я не могу жить так, как я хочу Потому что мне надо нормальные отношения, понимаешь? Я не могу дать тебе нормальные отношения Я не могу, чтобы всё было хорошо Потому что я во всём виноват Б**ть, началась опять эта п***** Я с... Я... Да, да Хорошо Нет, я извини, во всём виновата Я опять навесила на себя герлык Я дура Козлина вонючая И я ухожу Мы не выяснили с тобой Ты второй раз за день показываешь мне спину Б**ть, хоть восьмой мой Потом не пичь мне этим Несмотря на то, что два очевидных молодых человека пришли к Камиле Мы встречаем не их, а Ксению Собчак и Ксюшу Породину Ну, несмотря на то, что молодые люди пришли к Камиле Сидят, они всё равно рядом с нами Нам от этого хорошо и спокойно Стас, ты и так, в общем-то... Это не Стас, это Майкл Хорошо Майкл Я понимаю, что на фоне таких красавцев Таких замечательных молодых людей Единственный способ привлечь к себе хоть чуть-чуть женского внимания Это одеть вот эти замечательные очки И пересесть от Камилы подальше Подальше Хорошо, что значит вот эта ваша очковая акция? На самом деле ничего особо Просто сегодня я очки одевался Сегодня вечером решил просто другие одевать То есть ты решил просто, что может быть хоть так Камила на тебя взглянет, да? Ну, если нет, то тоже ничего страшного А ты не пробовал как-то вот с молодыми людьми посостязаться вот не размером очков, а размером головного мозга, например? Или чего-то ещё? Ну вот, я это интеллектуально очки Я показываю мой ум Камила, что ты хотела сказать? Вот раз уж зашла тему Майкла Майкл, я хочу сказать, что я к тебе негатив не испытываю Ровно как и позитива Но единственное, что Пожалуйста, не влезай ни в какие больше отношения в мои Всё у нас всё кончено И никогда больше не продолжится В общем, надеяться на это безразлично Вставлю жирную точку, ребята Бесполезно Бесполезно, извините Я две недели назад жирную точку поставил А, то есть он поставил Отлично Если тебе хочется так думать Вставь Но, ребят Прошёл такой разговор Я говорю, Майкл, пожалуйста, не вмешивайся ни в какие мои отношения Он говорит, а что, у тебя разве есть уже отношения с молодыми людьми новыми? Я говорю, ты знаешь, в моё отношение к этим молодым людям И, пожалуйста, не говори им про меня плохо Потому что у тебя своя правда, у меня своя Майкл, на что он... Ребята, стоп, стоп, стоп Стоп, стоп, стоп Правда Правда Подожди, можно я договорю, Майкл? Хорошо, пожалуйста На что он отвечает? Я хочу, чтобы все услышали Он ответил А что, ты не хочешь, чтобы они услышали правду о тебе? Хочу молодым людям, которые сегодня пришли к Камилу, спросить Я что-нибудь действительно плохо про Камилу сегодня сказал? Ну, не плохо, правду Он раскрыл мне глаза, на самом деле, на всё И что сказал? Не знаю, может быть, из-за этого, но... Ну, я не вижу больше, как бы... Другого пути, как бы, наверное... Ну, я и так, наверное, выйду из проекта, потому что участники так проголосуют Ну, и вообще, как бы, я и сам не хочу оставаться тут больше Почему? Я не знаю Наверное, лучше, если я оставлю это всё между нами и Майклом Но он действительно открыл всю правду Нет, я думаю, скажи, Саша, это будет более право Нет, наверное, я не смогу это сделать Мы это слышали У нас есть этот разговор на камере Мы, конечно, можем сами его начать Но хотелось бы услышать это от тебя, Саша Что он рассказал тебе? Ну, то бишь, она не то, что знает, чего хочет Она хочет, действительно, только играть над мужчиной И издеваться над его чувствами И ты поверил вот так с первого раза в Майкл Подожди, вот как-то по отношению к тебе это проявилось сегодня, Саша? Я думаю, нет, но я поверил, да, ему с первого раза А почему ты ему поверил? Ты не думал, что он, может быть, какие-то свои цели преследует? Вот ты сам подумай Есть бывший молодой человек, девушке, которая тебе нравится Которой ты приехал И он тебе вдруг раскрывает на неё правду И ты прям так сразу берёшь и веришь Может быть, что-то ещё произошло, Саша? Коваль, скажи Знаете, вы, наверное, на меня нападёте В любом случае, если вы не против, я поставлю точку тут Я считаю, что это нечестно, прежде всего Ни по отношению к Майклу, ни по отношению к Камиле Вот так умолчать Потому что у всех ребят здесь Сложится сейчас ощущение Что там какая-то такая страшная тайна Которую вообще и вслух-то произнести нельзя Это просто вот по отношению к обоим этим людям неправильно Поэтому я прошу тебя сказать Ну просто то, что это двулихий человек И действительно Аргументы Нет От Майкла никаких конкретных аргументов От Майкла были аргументы, я это точно знаю Майкл сейчас только что тебе разрешил эти аргументы озвучить Давайте передадим микрофон Майклу Он скажет всё Действительно, пусть скажет Майкл Если тебе так сложно сказать Давайте пусть скажет Майкл Давайте Я открыл мои чувства к Камиле и ко всем ребятам здесь И всё-таки Камила не 100% то же самое сделала И пытался барьера перед этими чувствами ставить Чтобы именно не позволить себе Именно боялась открыться Боялась, не знаю, расшарования и так далее И поэтому я сказал, что ну смотри сам Если ты действительно хочешь эту девушку Я желаю тебе успеха Но конкретный пример приведи Вот в пример Вот сейчас Саша сказал, что Он убедился с твоих слов, что Камила двуликий человек В чём заключается вот то, что она неискренна Объясни, пожалуйста Мне кажется, это всё видно Ребят, вы знаете, явно что-то вы здесь темните И прежде всего Дело ваше Я понимаю, что клещами из вас никаких признаний Всё равно не вытащишь Но вы просто порочите человека И вы должны это понимать Не объясняя, почему вы это делаете Это просто недостойно, я считаю И некрасиво Если ты хочешь человека обвинить Или обозвать как-то Ты имеешь на это право Но ты имеешь на это право только тогда Когда ты объясняешь, почему ты пришёл к такому выводу Научитесь либо не говорить Либо, если вы говорите И высказываете своё мнение Всё-таки его аргументировать И объяснять, почему Саша, прежде всего это относится к тебе Геннадий Скажи, ты так долго здесь отмалчивался? Ты тоже успел за всё это время разочароваться в Камиле? В общем, что я вам скажу на это всё Значит, сюда, сюда Мы ехали вдвоём С этим парнем, в общем, с Александром И он показывал себя с нормальных сторон Как мужчина А сейчас на лобном месте Он просто увидел то, что Камила Больше лежит сердцем ко мне Но это же не достойно мужчины Надо просто сказать конкретно Конкретно, чётко и ясно Если ты принимаешь то, что, допустим Не надо сразу так прям сдаваться Действительно По твоему мнению Александр просто понял, что он проигрывает тебе И решил сыграть в игру не очень-то и хотелось Тем не менее Ну, может даже и так Хорошо, а ты лично Вот за сегодняшний день Какое мнение сложил о Камиле? Оно улучшилось, ухудшилось Это мнение? Улучшилось, конечно То есть у тебя Ты не разглядел в ней Вот всего того, о чём говорили в лице Абсолютно ничего плохого Я просто не хотел это разглядывать Мне это не надо разглядывать А ты считаешь, что Саша именно хотел это разглядеть? Возможно, он хотел это разглядеть и разглядел А что ж, замечательно Я думаю, мы увидели наших дорогих молодых людей во всей их красе И мы начнём голосование, но начнём не по порядку А начнём с Камилы И заодно сразу же и узнаем Прав ли оказался Геннадий или нет Кто из молодых людей ей лично понравился больше? Мой голос, конечно же, идёт в пользу Генн Оксана Оксана Геннадий, мне он тоже понравился Солнце В этом случае мне нравится то, что нравится Камиле Да и, в принципе, как человек, мне Геннадий понравился, он открытый Спасибо, Оля Геннадий, я за тебя Спасибо, Наташа Можно тоже сказать два слова еще до этого? Я, честно говоря, согласна немножко с Геннадий У меня такая первая мысль тоже возникла, Саша Я не знаю, может, я не права Но чтобы не выйти в проигравшем Даже не за Камиленное сердце, а за пребывание вот здесь Может быть, я не права И я как бы, даже если это не так, Сашка Ну, нужно свои мнения иметь, и поэтому, Гена Спасибо, Настя Мне очень важно мнение своей подруги И, конечно, я свой голос отдаю Генне Еще и потому, что он из Тюменской области Ю-ху-ху Алена Блин, Настя засранка уже опередила меня Я только хотела похвалиться Тюменской области Давай Ю-ху-ху-ху Все понятно, по-моему Когда я сказал, что он из Тюменской области, я сразу же решила голосовать за него А когда он сказал, что ему нравится Камила, то мое мнение в два раза подтвердилось Итак, ребят, единогласно на нашем проекте остается Геннадий Саша, и пусть для тебя это будет хорошим уроком У нас очень редко в жизни бывает так на нашем проекте, что у нас единогласно девчонки поддерживают кого-то из молодых людей Даже если они чувствуют, что кто-то проигрывает, всегда находятся девочки, которые просто, ну, чтобы поддержать человека, дают голос Тебе не один человек сегодня голос не дал, и я думаю, отчасти ты сам в этом виноват Может быть на будущее для тебя будет хорошим уроком Нельзя вот просто так клеветать на человека, не зная ничего Последнее слово Александру, дайте микрофон Скажи нам что-нибудь Всем пока Спасибо Хорошо Ничего личного Итак, мы увидимся завтра на телеканале ТНТ Это был телепроект Дом-2, Построй свою любовь Где, вот эта кровать? Май, ты дебил Вот эта кровать? Ты дебил Свободная Как истеричка, уйдешь сюда Свободная кровать вот эта? Черт, как истеричка, уйдешь Все, сняли вопрос этот Мне не дали словно лоб на месте, я хотел сказать Вот эта кровать собак Ты не можешь поговорить с ней нормально Объяснить все Она не в курсах вообще, она не понимает, что происходит Я ничего не хочу объяснять, ничего не хочу понимать Я ничего не хочу Вот, в чем фишка Ну, сейчас Я тебя сейчас ревду нагрел Я пошел, вот Я пошел за вещами Май, я тебе серьезно говорю, я тебя сюда не пущу Я с ним когда разговаривал, он реально хотел как бы биться, да? Прямо так Меня это завело, понимаешь? Очень сильно То есть мне это очень понравилось То, что он так сказал Я подумал, ну, хорошо Мне даже это интереснее Мне было бы, допустим Я всегда хотел просто попасть на проект, да? Просто построить там еще любовь Я думаю, действительно, вот Оксана не занята абсолютно это самое, да? Мне ей сразу понравилось Я думаю, просто сказать, да? И мне было бы легче все это Ты мне очень нравишься, да? Спасибо Вот Я вижу, что он есть соперник реальный Я действительно сейчас... Я поняла Все понятно Понимаешь? Да, я все же понимаю И, кстати, тебе нужно учиться Более быстро высказывать свои мысли Хорошо Хорошо? Хорошо Так, я пошла-то на стихию, Дэник, ладно? Давай Ну, пронеси мне, пожалуйста, через эту грязь Конечно Ладно? Ура Что, вы куда? Сейчас я на меня куся Какая? А тут какая-то в сторону? Да, приду А вот туда кто-нибудь Осторожненько Ребята, представляете, у меня теперь есть Человек, который будет носить меня на руках Ура Ура Как-то летом мы приехали сюда За проектом наблюдает вся страна Мы мечтали, все пять кастингов пройти и остаться, Чтоб любовь свою найти, 11 летовых людей на проекте «Ном-2» Знай, Ксения Завчак и Ксюша Барадина.